Мне сегодня рано утром зритель прислал фотографию, которая, мягко скажем, огорчила меня. Ну, повергла в смешанное состояние жалости и ярости. На фотографии шеи девушки со стронгуляционной бороздой. Довольно глубокой, стрёмной. Если кто-то не знает, что это такое, это следудушение. Стронгуляционная борозда – такой термин. Вот. Одновременно я узнал, что недавно до смерти забили женщину, которая не давала этим людям, уже не людям, пин-код от своей карточки банковской. Вот. Но начался полный кошмар. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Я не шучу ни на секунду. Начался ужас и кошмар. Власть, вот эти вот упыри, они предали и бросили народ на произвол судьбы. Не просто предали и бросили, загнали в такие условия, в которых такие ситуации будут происходить всё чаще и чаще. Прежде всего, рекомендации. Женщины, что бы ни было, не выходите в одиночку. Никуда. Это первое. Второе. Женщины, не выходите после наступления тьмы никуда. Если всё же вы вынуждены, звоните кому угодно, пусть вас встречают. Никаких шуток нет. Вот. Женщины и пожилые люди сейчас самые уязвимые в крупных городах России. В такой ситуации, когда значительному числу людей буквально нечего жрать, власть должна давать. Давать деньги, давать еду. Просто ставить точки и на этих точках давать, не знаю, пачку риса в одни руки тем, кому жрать нечего. Чтобы они не шли. Убивать. Но вместо этого власть оштрафовала четырёх православных активистов, которые кормили бездомных у Курского вокзала. Я вот общаюсь с Владимиром Залещаком. Владимир Залещак – это депутат Донского района Москвы. Вот он свой каналчик завёл в Ютубе. Но суть не в этом. Суть в том, что он у меня на канале есть в фильме «Некрополь». Некрополь Донского монастыря. Или их Некрополь. Как-то так называется. Я в конечной заставке поставлю. Страшные местечки. Вот Владимир Залещак, прежде всего, по поводу оштрафованных православных волонтёров. Он с ними связался. И он пойдёт с ними во вторник и в четверг с 19.30 до 20.30. Верхний Сарамятнический сквер. Метро Курская и Личкаловская. Пятница и воскресенье с 19.30 до 20.30. Улица Кожевническая, дом 6. Угол дома около метро Павелецкая. Ну, то есть это Курский вокзал и Павелецкий вокзал. И я с ним поговорил. Что же делать, говорю, такой вот трындец. Он говорит, да, надо делать что-то вроде советских дружин. Призывать, чтобы люди объединялись. Потому что власть бросила нас всех на произвол судьбы. И не просто бросила на произвол судьбы. Власть делает всё, чтобы мы не помогали друг другу, ограбили друг друга и убивали. А они наделили правом стрелять и убивать, наделяют полицейских. Ну, что я могу сказать. Выходит, теперь так, благодаря действиям властей, что полицейские на самом деле все становятся предателями Родины. Это так. Как это не страшно прозвучит. Потому что полицейские – это инструмент. И вот эта Росгвардия – это инструмент в руках упырей, настоящих упырей. Потому что, ну, кто, кроме упырей, будет штрафовать тех, кто кормит голодных? Кто, кроме упырей? К слову, волонтёры были в масках, в перчатках. И они как бы не разносили заразу. Понимаете? Что будет дальше? Дальше будет только хуже. Друзья, призываю всех срочно, немедленно объединяться. Хотя бы на уровне ваших подъездов, на уровне ваших домов. Вы знаете, да, самоизоляция, вот эта гнусь, антиконституционная совершенно фигня. Посмотрите очень быстро штрихи к портрету, что произошло. Вначале некто, называющий себя Путиным, стал вещать о том, что конституцию надо переписывать. И даже якобы какое-то голосование затеял. Впрочем, это всё кануло в лету. Потом этот некто распустил Государственную Думу. Однако это не мешает Государственной Думе сейчас принимать новые и новые законы. Понимаете? Эти законы не имеют никакой юридической силы. Так же, как и понятие самоизоляция. Лишено малейшей юридической силы. Люди, которым нечего есть. Люди, которым нечего есть. И которые попали в тяжёлое положение, в тяжёлую жизненную ситуацию. Не идите грабить женщин. Не надо этого делать. Не идите грабить вообще. Кричите о своих проблемах и бедах. Берите белую простыню. На белой простыне пишите «Помогите, я умираю с голоду». И вешайте у себя на окне. Понимаете? Кричите о своих бедах и проблемах. Кричите у меня в комментариях под моими роликами. Кричите везде. И, друзья, вот скажем про Москву. Если в Москве ведь есть такие независимые муниципальные депутаты. Не вот эта гниль поганая, а нормальные люди. Есть и такие. Ну, как Владимир Залещак. Вот живой пример. Депутаты. Пришло время объединять людей. Депутаты. Шутки кончились. Нас загоняют в первобытно общинный строй. Шутки кончились. Шуток больше нет. Женщину забили до смерти в подъезде собственного дома ради пин-кода, карточки, на которой было всего несколько тысяч рублей. Понимаете? Это называется край. Конец. Все. Это преступление, конечно, совершенное с особой жестокостью. И за такое надо, по-честному, убивать на месте. Но добавлю, что я считаю виновным в этом преступлении так называемого мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Это вы виноваты, Сергей Собянин. Вы не снабжаете людей, которым вы приказали запереться дома ради их, блин, безопасности? Это сатанинское и иезуитское действие. Хитро и подло, верно? Пробуждайтесь, друзья, не в безопасности нынче никто. И в больших городах такое, и в деревнях, и в малых городах люди защищены еще меньше. Поэтому, если вы уехали в деревню, или если вы живете в деревне, познакомьтесь со своими соседями, подружитесь со своими соседями. На расстоянии в полтора метра, конечно. И обсудите план действий на случай, если, скажем, приедет группа жителей Средней Азии, которые здесь застряли, которым невозможно отсюда уехать, потому что путь в Среднюю Азию закрыт. И которые будут вынуждены совершать тяжкие разбойные нападения. Уверяю вас, их уже очень много, просто власть пока об этом помалкивает. Все готово для идеальной бойни. Это ужасно. Это ужасно, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. По мере возможности поддерживайте мой труд. Ну и чует мое сердечко, что скоро я, конечно, поеду в Москву. И буду думать на ходу, что делать. С этим надо бороться. Никакой вирус не стоит такого ада, понимаете? Рукотворного ада, который создал мэр Москвы и который создали вот эти упырские власти нелюдей. Нелюдей. Потому что вы, мэр и вы прочие, загнали людей на положение узников в собственных квартирах, лишили их средств к пропитанию. Сейчас десятки миллионов человек останутся без работы. Ну просто это капец. И это будет медленно. И будет вспыхивать все больше и больше и больше и больше. И люди будут убивать друг друга. Полиция получит право стрелять. И они будут убивать всех подряд. Понимаете? Это рукотворный ад. Эта власть ведет Россию к полному, тотальному уничтожению. А те немногие, которые останутся в живых, будут благодарить мэра за QR-коды и за цифровой концлагерь. Потому что когда останется треть от тех, кто живы сейчас, тогда да, тогда они как бы начнут наводить порядок. Но это будет уже происходить на территории резервации. Потому что большая часть наших когда-то земель будет забрана Китаем. Это все видно просто как на ладони. И они играют за Китай. Играют. Это не игры. Доброго дня, друзья. Защищайте своих близких. Почаще выходите в подъезд. Хватит трястись. А вы, полицейские, помните, что вы на самом деле становитесь настоящими предателями и убийцами собственной Родины. Да, да, и безусловно действует палочная система. Пока 20 штрафов нарушителей самоизоляции не наберешь, в отдел не возвращайся. Вот так. Объединяйтесь. Шутки кончились. Объединяйтесь на уровне подъездов. Смотрите, следите, чтобы у вас в подъезде не забили до смерти вашу соседку.